Прекрасная далёка Прекрасная далёка Прекрасная далёка Прекрасная далёка Я имею ввиду что Сжигание углеводорода Исключаю Сибирь гигантская Нас там миллионов 15 Всего да заводов хватает Но Разогреть Атмосферу над Сибирью Невозможно Причина другая Я вам своё говорю Кстати вот это вот я перенёс Не обращайте внимания на эту фотографию Вот это всегда когда Вы знаете что такое Сибирская города начнут рушиться Да Можно загорать в Сибири весной Вот это плюс или нет Загорать будем Температура кошмара Станет привычным Конец стереотипа Они теперь собережатся Чем в Берлине И это всё Вы знаете Это всё Эпизод А какие прогнозы Да А то что уже Заводы останавливают А на чём мы жить будем Верхоянске плюс 38 Ведь когда в Москве Где-то там было плюс 36 Кто-то говорил Это же мы рекорд За 200 лет Верхоянске Полюс холода Всего этого самого Всего севера Полюс холода Вот Это ладно Давайте приспосабливаться как Мы не знаем что будет завтра Но вначале хотя бы причину Смотрите Ну характер у меня такой Может быть опять кому-то уже не интересно Вот смотрите Я взял первые две Я только набрал Круговорот воды провели Сразу раз Смотрите Схема Вы ничего не замечаете А эту схему Мы изучали в школе По-моему Вот Там такая схемка была Чего-то не хватает Смотрите Ледники тают Всё есть Реки Испарение Я слышал где много воды А тут испарение А вот она осадки дала Ну Часть из них опять Воду А часть на сушу И вот получились Рейки Вот родники Подземнего Всё есть Да Смотрите внимательно Заметим что Чего-то нет Я вас не предупреждал Вот Бруговорот Падает в природе Опять Испарение Океан Выпадение Осадков Вот они Выпадают Вот видите Падают сюда Вот И опять Испарение Из озера Из реки Груто Ничего не заметили Я тоже По старости Это заметил А вот это Вот Сибирь Это бывшая Тайга Видите Вот И вот что Получается Смотрите Значит Это гигантская Просторая Где она Уничтожена Да А мы Когда Учили В школе И вы даже Вспомнили Вот эта схема Была Не важно Такая Или такая Там Заходит Там Вода Оттуда Там Писаря Тут падает Вот Знаете Чего мы не изучали Мы не изучали То что Один Из основополагающих Гигантских Не заводы Которые Сжигают Эти Нефти То есть Мазут И это Самое И бензин Сжигают Нет Деревья Это Насосы Насосы Вот И если бы В школе Вот те Кто уничтожает Нет Они Там Под лесом Хватает Они бы Все равно Но хотя бы Возмутились бы Те кто Знает Что Сейчас Уничтожены На миллионах Гектаров Уничтожены Насосы Привожу Живой пример И может быть Мы будем Заканчивать На сегодня Я много Сегодня говорил Мало таких Чисто Практических Советов Ну извините Я не могу Все переделать Дело в том Что я Все возвращаюсь В школной программе Биологии бы Будущего Например Сказали бы Деревья Влагу Которая выпадает В виде осадка Опять отправляют На небо На гигантские На миллионы гектаров Там Реки Вон они Узненькие полоски Гигантские территории Реки Да Тоже спаряют Ну это Вот они Вот они Узненькие полоски А вот здесь Деревья не нарисовали И про них Ничего не сказали А это они Я учусь как Меня жизнь учат Они эти Учебники дебильные Вот Смотрите 10-12 лет назад Выпало Огромное количество Снега Я туда помню Не мог добраться Даже Еще раньше Потому что Снегу Накапывало То есть Ноги не вытесли Снега было Около метра Первый Последний раз 36 лет У нас Мало-сердия Ну было А дальше Было еще страшнее А до этого Годами Десять Достью раньше Люди Были Огромные Как это называется Наводнение Абакан Не только дома Люди тонули Сорск Люди тонули Вот Абаза Ну люди не тонули Эти сам Маленькая речушка Которая Снесла дома Деревня Сизая Маленькая речушка Дома полностью Снесла А в ней Летом Воробик Переходит Вот так бывает И вдруг Нам говорят Все Будем готовиться Где-то там Дамбы Уже строили Возле обозы Вот Уже Облеты делали И сказали Ждем Гигантское Наводнение Гигантское Как вот те годы Когда Абакан Тонул Вот Ждем 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 Приходит весна Стоит жара Ждем Пугали Страшно Середина лета Все Уже забыли А потом После Огромной Такой Такой А вы знаете Почему Не было Наводнения Вот я к чему Говорю Это не случайно Я не могу Короче говорить А потому Что Оказывается Мы не знали Снег Лег На сухую Почву Вот Если бы он Лег на мокрую Почву А он лег На сухую На мокрую Тогда бы Все бы это Быстро бы Понеслось вниз А так Получилось Ведет от снег Все на мокрое Все это Ушло Все питалось Все нормально А теперь Откуда Возьмется Сухая Почва Поняли Все На мокрое Нам нужно Чтобы она Была Сухой Потому что Все эти Насосы Не лед Все Уничтожено А я Я говорю Это Задний Сон Все умны Почему Наводнение В одних регионах И тут же Рядом Что Леса горят Потому что Ни капли воды Все Поперебаламутилось В природе Вот из-за этого А надо Все начинать Со школы Не вот эти Дебильные Три вопроса Это я помню Это самое Где должен быть Это Где Где Должны быть Это Самые Семидоли Под землей Над землей Еще где-то Я когда читал Я к крыше Ехал Вот Люди Могут Объясните Что такое Семидоли Что такое Зароды Ну ладно Поняли Да Теперь Значит Так Семидоли Семидоли